Всем привет! В этом видео я покажу, что полезного можно сделать из аккумуляторов от мобильных телефонов. Сначала к контактам каждой из батарей нужно припаять провода. Красный провод это плюс, черный минус. Чтобы контакты не окислялись, их можно закрасить лаком для ногтей. После того, как припаяли провода ко всем контактам, нужно взять плату для зарядки аккумуляторов типа 18650 и с помощью нее зарядить каждую батарею отдельно. Когда аккумуляторы зарядились, с платы нужно отпаять разъем microUSB. Далее понадобится пластмассовая коробка, в которой нужно вырезать отверстие для этого разъема. Наносим разметку и проделываем отверстие с помощью гравера. Все неровности обрабатываем при помощи надфиля. К плюсу и минусу разъема нужно припаять провода и после этого зафиксировать его в проделанном отверстии. Проверяем, нормально ли подключается шнур к USB разъему. Далее в корпусе нужно просверлить отверстие сверлом на 3. В отверстие вставляем светодиод и также фиксируем его на термоклей. Также нужна плата преобразователь напряжения от 0.9 В до 5. Из нее нужно выпаять USB разъем, а затем монтировать его в корпус. На дно коробки нужно наклеить несколько полосок двухстороннего скотча, на который будем крепить аккумуляторы от мобильного телефона. После того как приклеили аккумуляторы, берем платы, с которых мы выпаивали разъемы и подключаем все по схеме, которая показана на экране. Вот так вот все получилось. Кстати, за кадром решил вмонтировать еще клавишу. Все, на этом этапе можно закрывать крышку. Ну вот, как вы поняли, у нас получился замечательный пауэрбанк. Кстати, емкость всех аккумуляторов составляет 10100 мАч. У многих пауэрбанков, которые продаются в магазинах, заявленной емкостью 10000 мАч, по факту является всего лишь 6. Как видите, все работает отлично. Также данный пауэрбанк можно заряжать от обычной зарядки от мобильного телефона. Просто нужно поменять местами шнур и подключить его к блоку питания. И когда он полностью зарядится, загорается зеленый светодиод. Думаю, что у многих есть аккумуляторы от нерабочих телефонов, так что такую самоделку повторить стоит. Еще я решил взять кусок кожи и пошить чехол для этого пауэрбанка. Кому интересно, как это все делается, пишите, выложу ролик. А кому такое видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик. Потому что видео выходит регулярно каждую неделю, но не все об этом узнают. Всем спасибо за просмотр и всем пока!